В Чувашии более трех тысяч детей-сирот. Из них в детских домах проживает 138 ребят. Всего каких-то пять лет назад детдомов и, соответственно, воспитанников в них было в несколько раз больше. Но, к счастью, большинство ребят обрели семьи. О том, как это важно иметь нормальную семью, напомнили участники автокаравана Чувашия без сирот. Эта акция проходит ежегодно при поддержке Минобразования Чуваши и Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. У семьи Якимовых четверо детей. Когда два старших сына и дочь выросли и стали жить отдельно, большой дом опустел. Сейчас мамой и папой живет младшая Катя. На семейном совете было принято решение взять ребенка из детского дома. А ты кого хочешь? Сестренку или братишку? Сестренку. Сестренке разрешишь со своими игрушками играть? Да. А еще что вы будете вместе делать? Ну, в школу ходить. Будем маме помогать. В огороде даже. Посуду мыть. Будем вместе подметать. Ну, даже помыть. В рамках автокаравана Чуваши и Бесеро замещающие родители смогли получить консультацию высококвалифицированных психологов, обменяться опытом друг с другом. У желающих принять семью ребенка была возможность задать вопросы специалистам, органам опеки и попечительства. В администрации Козловского района активно поддерживают акцию. Для них вопрос сиротства один из основных. Ну, мы свою работу освещаем в средствах массовой информации. И, как бы, проходим по семьям. Выезжаем в поселение. Проводим в школах круглые столы. И вот сейчас у нас уже вот с первого сентября, как бы, действует школа приемных родителей уже в районах. Уже конкретно специалисты органов опеки в районах могут сами проводить школу приемных родителей. В этом году автокараван «Чуваши-Бесеро» уже побывал в Шамурлинском, Алатарском, Красночитайском, Комсомольском районах. Всего акция пройдет в 13 районах республики. Екатерина Куприна, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика.